За 5 месяцев ситуация в нашей стране по инфекционным заболеваниям, они нас больше всего волнуют и являются в какой-то мере визитной карточкой нашей деятельности, по ряду лозологических форм имела тенденцию к снижению. Такие заболевания, как бактериальная дизентерия, интервирусные инфекции, интервирусные менингиты, острый гепатит А, очень опасные заболевания, гепатит В, имели тенденцию к снижению где-то в пределах от десятка до 25%. Кроме того, снизился в 2,1 раза эпидемический паратит, менингококуинфекции, геморрагические лихорадки и так далее. Кроме того, мы отмечали рост заболеваемости такими инфекциями, как заболеваемость с ремонеллезом, она выросла, острые кишечные инфекции, острые кишечные и неустановленные этиологии. Нас начал в последнее время беспокоить брюшной тиф, хотя, в общем-то, это заболевание больше относится к такой экзотике гражданской войны, прошлого тысячелетия и 20-го столетия. Благодаря нашей любви к туризму наших сограждан и к абсолютному, приближающемуся к химической чистоте, пофигизму наших граждан по отношению к собственному здоровью, мы имели возможность завести в нашу страну к у лихорадку, холеру, о которой мы с вами тоже говорили и так далее. Но это не критические состояния были, это были состояния, которые купированы, что косвенно, комплементарно говорит о нашей деятельности. Из наших проблем я бы остановился на клещевом энцефалите, клещевой вирусный энцефалит. По состоянию на сегодняшнюю дату в 40 субъектах Российской Федерации зарегистрировано 274 больных клещевым вирусным энцефалитом, в том числе 35 детей. 7 случаев завершились летая. Должен отметить негативную тенденцию по количеству привитых, потому что одной из эффективных мер профилактики клещевого энцефалита вирусного является вакцинация. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok